Майские праздники основательно перетряхнули В этот раз оперативное совещание случилось в среду, потому мы пишем наш выпуск в четверг. В президиуме оперативного совещания были все. И Хабиров, и Назаров, и Толкачев. Немного не хватало, конечно, Турбо и Дюши Метелкина, но я думаю, что и это не за горами. Хабиров начал с того, что ему очень понравилось празднование 9 мая, особенно в Уфе. Он очень благодарил Ирика Сагитова и всех остальных причастных. Не забыл Хабиров и о своей любимой Советской площади. Он сообщил, что практически туда перенесено теперь главное празднование 9 мая, потому что ему так нравится. А также рассказал о том, что теперь там, как он выразился, сделали ритуал возложения. Мы начали действительно вовлекать в оборот культурной жизни, патриотической жизни Советскую площадь. Мы впервые ритуал возложения сделали. Вечером очень насыщенная программа была, я там сам был. У людей чудесное настроение, на мой взгляд. Поэтому, как мы договорились, там целый календарный план мероприятий массовых по Советской площади и по другим нашим площадям должен работать. Хабиров поведал о том, что в майские праздники ему удалось прокатиться на Донбасс, и он его объехал практически весь от Донецка до Херсона. Проехал 2500 километров на машинах, смотрел, как обустроены бойцы, горстями раздавал медали Шеймуратова, выявил необычайное взросление вице-премьера Борданова. То, конечно, косвенно подтверждает нам тот факт, что этого самого азата-солдата в правительство приняли преждевременно. Завершая свое вступительное слово, Хабиров сообщил о том, что уже в ближайшую пятницу, 12 мая, на слаживание уходит 5-й добровольческий батальон из Башкортостана, и носить он будет имя генерала Кусимова. 12 мая мы отправляем на боевое слаживание 5-й башкирский добровольческий батальон. Носить он будет имя, мы приняли решение, обсудили такое, носить он будет имя тоже легендарного генерала Тагира Кусимова. Мы уже со счета сбились в количестве этих добровольческих подразделений. Не до конца понятно, как они формируются, чем они отличаются от просто контрактных подразделений. Но Хабиров не прекращает гордиться тем, как много земляков он отправил на специальную военную операцию. На этой неделе дорогого Радио Фаритовича не интересовали проблемы, которые есть у жителей Башкортостана, и потому бредние Прочаковская и ее команда решили не заслушивать, сразу перешли к ситуации в жилищно-коммунальном комплексе на дорогах ИЧС. Вернувшаяся из отпуска и загоревшая Ирина Александровна Голованова рассказала нам, что за отчетный период в республике Башкортостан случилось только одно единственное отключение ресурсов ЖКХ свыше 8 часов, и это было в Уфе. Было еще 19 отключений, временем поменьше. Субботники продолжаются, кладбища хорошеют, горожане преисполнены оптимизмом. 6 мая текущего года проведен день поминовения и почитания. В этот день на кладбище пришли около 131 тысячи человек. В целях обеспечения транспортной доставки людей до кладбища на линии вышло 60 автобусов ГУП Башавтотранс, выполнено 560 рейсов. Все это следовало из доклада Головановой, которая тщательно избегала в своем докладе информации о ситуации с грядущим подорожанием электроэнергии для населения, с грядущими многонедельными отключениями горячей и холодной воды в городе Уфе и крупных населенных пунктах республики Башкортостан. И, конечно же, Ирина Александровна не рассказала нам о том, что Российская Федерация, по сути, простила Турции оплату за газ на сумму 600 миллионов американских долларов, что позволило Реджепу Эрдогану, например, выдать нулевые платежки на газ всем жителям Турции в мае месяце. Замечательный подарок мы сделали Турецкой Республике, но не российским же гражданам послабление делать по оплате за ЖКХ. Далее выступал министр транспорта и дорожного строительства Александр Владимирович Калибанов, который сообщил, что за отчетный период случилось 62 ДТП, в которых пострадало 73 человека и погибло пятеро. Разрыв в показателях погибших за отчетный период между этим годом и предыдущим планомерно снижается, и, судя по всему, через пару месяцев Калибанову будет уже нечем гордиться. Далее он упомянул и ямочный ремонт. Обнаружено было 72 тысячи ям в Республике Башкортостан, 67% из них уже отремонтировано. Срок окончания ямочного ремонта, напомню, 15 июня, до которого осталось 35 дней. Хабиров, выслушав Калибанова, напомнил, что у него есть теперь новый проект, который называется, внимание, ремонт фонящих дорог. Мы в этом году начали такой проект, который мы назвали, это ремонт фонящих дорог. Я не знаю, как красиво название этого придумать, они вот фонят, люди жалуются многие годы. Там порядка 40 мы муниципалитетов определили по ним. Поэтому, Оксана Владимирович, когда массово начнут эти работы? Вы контрактуете сейчас где-то? Сейчас идут контрактации, уже с начала июня массово будем выходить. Судя по всему, речь идет о внеплановом ремонте особенно разбитых дорог, на которые выделены какие-то там внеплановые деньги. То есть, опять покрываются налетом чрезвычайности то, что должно делаться, в общем-то, в плановом порядке, то, что и так должно ремонтироваться, но теперь, значит, фонящие дороги. Нравится Хабирову это выражение. Калибанов ответил, что уже по всем фонящим дорогам идет контрактация, и в июне он уже выйдет на ремонт этих самых фонящих дорог. Фарид Рифович Гумеров, курирующий ЧАЭС в нашей республике, в правительстве сообщил, что с 2 по 9 мая в республике Башкортостан случилось чрезвычайно много техногенных пожаров, 459. Уважаемый Радий Фаридович, уважаемые коллеги, в республике со 2 по 9 мая произошло 459 техногенных пожаров, при которых, к сожалению, погибли 2 человека. Что примерно в 2 раза больше обычного количества за неделю. Погибли 2 человека, случилось еще 23 лесных пожара на площади 500 гектар и 131 загорание травы. При этом, при том, что вот такая напряженная обстановка с пожарами, 50 пожарных из Уфы отправлено в Курганскую область для оказания помощи в тушении пожаров. 7 мая из Уфы направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России в составе 50 пожарных в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с пожарами. Гумеров почему-то никак не упомянул отдельно пожары в Иглино, где практически целая улица выгорела, и вот этот грандиозный пожар на проспекте Октября в Уфе, когда сгорел кинотеатр «Аймакс», он же «Искра». Ну, видимо, не нравятся нашим властям вот эти вот знаковые пожары и то, что они происходят в центре города. Также Гумеров не упомянул и пожар на улице Дзержинского, который, в общем-то, вызвал много шума и гамма в центре города. В общем, как-то обошел он эту ситуацию. Хабиров, выслушав Гумерова, заявил, что нужно выстоять, и нужно выстоять это лето, и все мы смотрим телевизор, почему-то сказал Хабиров, и потом сравнил эту ситуацию с апокалипсисом. Не знаю, что уж так вот прямо вдохновил Ради Фаридовича на эти библейские сравнения, но такое сравнение прозвучало. Надо выстоять вот это лето. Ну, пока, видите, заслушливая, надо выстоять и пожаров. Вон, видите, так в прошлой неделе-то попереживали. И Дзержинский пожар, и, значит, Кушноленковский пожар, где трава загорелась. Давайте оперативно. Все мы смотрим телевизор. Это как апокалипсис. Видели? Федеральные трассы полностью в дыму. Если упустить вот эту ситуацию, очень тяжелая ситуация с пожаром. Далее последовал доклад министра торговли и потребительского рынка Алексея Гусева о состоянии потребительского рынка Республики Башкортостан. Ну, все мы ежедневно бываем в магазинах и наблюдаем, как удвоились цены на некоторые товары и как стремительно растут цены на другие товары. Тема роста цен и тема инфляции вообще, конечно, безусловно, одна из самых болезненных тем для властей, властей любого уровня, особенно на фоне того, что было окончательно заявлено, что все конфликты Российской Федерации с внешним миром, все санкции, они только нам на пользу, что в результате всего этого мы будем жить только лучше, богаче и сытнее. Ну, по мере того, как мы разосремся со всем миром, мы, видимо, приблизимся окончательно к полному благоденствию. И вот именно этот тезис должен был доказать нам Алексей Гусев, рассказывая о состоянии потребительского рынка в республике. Надо сказать, что Гусев зашел грамотно, постарался нас забомбить цифрами и запутать терминами. Вот вкратце, что он нам рассказал. 20% работающих в республике Башкортостан задействованы в торговле. Индекс потребительских цен в 2023 году по отношению к 2022 составил 101,2%. И это 13 место в Российской Федерации. Объем потребительского рынка с 2022 года на 2023 вырос на 4,5%. И индекс физического объема рынка составил 99,4%. Оборот общепита возрос на 3%. Уф, ну получается, что если верить министру Гусеву, цены у нас за 3 месяца выросли только на 1,2%. При этом покупали мы на 4,5% больше товаров. Но судя по его индексу физического объема, на 0,6% меньше товаров. И еще стали чаще ходить по ресторанам. Ну да, ну да, как говорится. Мы, конечно же, видим то, что происходит вокруг нас. При этом верим партии и правительству. Но что нам делать со своими собственными глазами в магазинах? И зачем вообще вот эти доклады о несуществующих достижениях? Единственным правдоподобным тезисом в докладе господина Гусева был тезис о том, что на 20% выросли акцизы и производство алкогольной продукции. При этом поступления в республиканский бюджет акцизов увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И составили 1,2 миллиарда рублей. Тут я вижу действительно правду в глазах министра. И тут я верю действительно этому министру. Потому что иначе как запивать вот это все счастье алкоголем из Башспирта жителям республики Башкортостан ничего не остается. После завирального доклада министра Гусева о том, что цены в республике Башкортостан не растут, а граждане живут все лучше и лучше, запивая свое неожиданное счастье алкоголем, оперативка пошла в разнос. Сразу два министра доложили о неимоверных успехах подчиненных Хабирова. Геннадий Разумикин, министр цифровизации и цифрового развития органов государственной власти, сообщил, что республика Башкортостан шагнула с 39-го аж на 6-е место в Российской Федерации по уровню цифровизации. Причем по уровню цифровизации госуслуг. Также за первый квартал 23-го года есть существенный рост граждан, зарегистрированных на портале госуслуг. Прирост составил около 140 тысяч человек. И на настоящий момент возможность получать услуги в электронном виде имеет практически 2,9 миллиона жителей республики. В совокупности по итогам 22-го года и первый квартал 23-го пользоваться госуслугами стало на миллион жителей республики больше. то в 2021-м году 1 миллион жителей республики Башкортостан зарегистрировался на госуслугах. Правда, в 22-м году это было только 100 тысяч, но все равно их уже 2 миллиона 900 тысяч, и всем им теперь легко и непринужденно можно рассылать повестки из военкомата или хотя бы уведомления о штрафах и налогах. Линара Иванова в свою очередь сообщила, что республика Башкортостан триумфально завершила реализацию программы «Доступная среда». Это программа для маломобильных граждан и инвалидов и что уже 75% социальных объектов республики оснащены пандусами, лифтами, табло, поручнями и всевозможными суфлерами. Это работы по адаптации входной группы, в том числе монтаж пандусов, расширение дверных проемов, обустройство скатов. Внедрение индукционных систем для слабослышащих. Кроме этого, это оборудование внутренних путей движения, в том числе с установкой информационных табло, иных визуальных и звуковых информационных систем, поручни, тактильных полос и других. А также работы по адаптации зоны обслуживания и санитарно-гигиенических комнат. Правда, еще 600 многоквартирных домов лишены пандусов для инвалидов. Ну, как говорится, пускай карабкаются как акробаты, это же все мелочи. Главное, что Ленара Хакимовна скромно умолчала нам о том, сколько миллиардов рублей из бюджета она освоила на этой прекрасной, замечательной и полезной программе за 6 лет. Хабиров остался очень доволен выступлениями обоих министров. Он их хвалил и ласкал. Стало понятно, что наконец-то подчиненные дорогого Ради Фаритовича научились разучивать доклады именно такого содержания, которого и требовали нежные струны души главы Республики Башкортостан. Подытожил эти доклады Хабиров и вовсе загадочно, заявив, что, цитирую, все в жизни должно быть объяснено простыми вещами. Каждый раз вот все же в жизни должно быть очень простыми вещами объяснено. Завершили оперативное совещание обсуждением состояния перспектив охраны объектов культурного наследия. Докладывал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Салават Кулбахтин, преемник Олега Полстовалова, бежавшего из команды Хэ в Москву, теряя тапки и без всякого сожаления. Салават Кулбахтин явил Хабирову чудесную картину трогательной заботы государства о каждом без исключения объекте старины и культурного наследия в регионе. А их в Республике Башкортостан ни много ни мало а 5858. И это десятое место в Российской Федерации. Жемчужиной деятельности Салавата Кулбахтина по охране памятников конечно же явился комплекс Шульганташ. Но в перспективе есть еще Евразийский музей кочевых цивилизаций. В Уфе проданы под реконструкцию или под реставрацию так и непонятно усадьбы Бухартовского усадьбы Степановых Зориных и дом Тихонинах. В усадьбе Бухартовских уже начаты работы по словам вот этого самого Салавата. Услышав об этом Хабиров восхитился оживился и очень благодарил неназванного инвестора за подобную инициативу. В рамках подготовки к 450-летию Уфы которая случится у нас в 2024 году начата реконструкция исторической части улицы Октябрьской революции. Ведется подготовка документов для реконструкции 65 памятников исторического наследия на этой улице. Ну вообще-то такими темпами она и к 500-летию не сложится эта улица кроме асфальта на проезжей части там не успеют ничего положить за это время. Хабиров это уже конечно же понял и заявил что за год конечно ее именно улицу Октябрьской революции не сделаем но надо планомерно постепенно постепенно планомерно может быть не за год мы ее конечно сделаем но постепенно 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 тем временем управление федеральной антимонопольной службы заблокировало контракт с фирмой Реалист по реконструкции улицы Октябрьской революции улица это самая фирма Реалист представленная Арменом Абовяном связывается башкирскими СМИ с семьей Хабирова мэрия Уфы в свою очередь отказывается перезапустить аукцион для этой фирмы Реалист и мэрия решила судиться за интересы семьи Хабирова с управлением федеральной антимонопольной службы вот такие коллизии происходят с улицы Октябрьской революции но об этом конечно же мы на оперативном совещании никогда не услышим выслушав доклад охранителя старинной архитектуры Хабиров внезапно и единолично принял искусствоведческо архитектурное решение арку парка Оксакова снести потому что ему страшно под ней с детьми ходить и возвести точно такую же непременно из натурального камня ну красиво конечно надо сохранить но все стойки пошли как говорится и вот это вот сюда детей нельзя пускать крен большой так да порядком 15-20 сантиметров это все может в любой момент гикнуться так извините можно сказать упасть это может быть это надо сносить но сносить и восстанавливать один в один из натурального камня вот такой объект правильно это правильно хабиров хабиров посоветовал мавлиеву зачем-то с людьми встречаться и с сообществами то есть хабиров предчувствует сейчас возникнет возмущение что вот этот вот объект культурного наследия на самом деле вот эту арку собираются снести хабиров заявил что нужно построить один в один и мы людям это должны объяснить чтобы не говорили что мы убиваем старину не убиваем мы старину ну еще немножко поговорили про сам парк Аксакова где очень много чего нужно сделать но становится окончательно очевидным что главным экономическим интересом в республике Башкортостан для хабирова стали денежные потоки устремленные его же правительством на всевозможные реконструкции парков реновации устройства скверов общественных пространств и всяких разных башкирских двориков незатейливую идею губернатора Подмосковья Андрея Воробьева хабиров воспринял буквально бабло надо делать в парках ну правда складывается вот такое ощущение что ни у него ни у правительства да и вообще у жителей республики Башкортостан нет вообще никаких проблем ни с инфраструктурой ЖКХ ни с дорогами ни с чем-то еще кроме устройства парков и скверов по всей республике губернатор